Оставляется приема в Центре административных услуг. Центр административных услуг переехал в новое здание по типу прозорого офиса и находится на противоположной стороне старого действующего, уже на сегодняшний день, СНАПа. В новом СНАПе оказывают все административные услуги, которые на сегодняшний день приняты на сессии городского совета. На противоположной стороне, где был старый СНАП на сегодняшний день, ведет прием только наш отдел по приему граждан. Это люди, которые ранее приходили в исполком, чтобы было приходить в одно место, там организована служба по приему граждан. То есть теперь уже не в исполком идти с письмами на материальную помощь? Совершенно верно, да. Там находится Сергей Николаевич Груминев, который делал эту работу. Он теперь находится там, потому что многие люди приходят в Центр административных услуг по каким-то вопросам. Одновременно тут же недалеко можно и уточнить любые вопросы касательно приема граждан этого отдела. Там он и будет находиться. В ближайшее время, после небольшого ремонта, в это помещение, в бывший Центр административных услуг, переедет управление социальной службой. То есть там будет находиться управление, которое находится сегодня на Богданах, Кмельницкого, 68. Сюда переедут они. По субсидиям тоже тогда туда? По субсидиям на сегодняшний день это уже административная услуга. И по субсидиям у нас уже принимают в СНАПе, то есть в Центре административных услуг. Уже те люди, которые работали в управлении субсидий, они перешли в Центр административных услуг и являются администраторами этого центра. Потому что услуга субсидий является теперь админуслугой. Мы на сегодняшний день видим, что Управление социальной защиты населения, оно в рамках реорганизации, которая сегодня в государстве происходит, мы видим, у нас образовался Центр социальных служб, в которые влились несколько подразделений, они созданы на базе Центра реабилитации, там несколько подразделений. У нас люди, которые оказывали субсидии, назначали субсидии, теперь являются администраторами Центра административных услуг. Они перешли, и эти функции забраны сегодня в Управлении социальной защиты населения. И следующие шаги, которые остались в Управлении, это функции субъекта уданяя услуг. То есть административный центр будет собирать документы и так далее. То есть оказывать административную функцию. Что касается назначения, то это будет за УСЗН, как и было. То есть УСЗН получит документы из Центра административных услуг и будет назначать субсидию. То есть функция останется только государственная, работа с государственными деньгами. Это назначение. В дальнейшем мы знаем, что пока еще окончательно реформирования социальной службы по Украине нет. Но мы читаем, знаем, что в проекте есть такая агенция, социальная агенция. То есть это будет только государственная функция. Но это еще перспективы. Сегодня еще окончательного решения, что будет дальше со службой социальной, пока нет. Поэтому на сегодня административный центр принимает всю работу с гражданами, ведет административный центр. А напротив будет находиться служба УСЗН, которая будет только заниматься назначением ее. И миграционная? А миграционная тоже там находится? Миграционная служба тоже находится. Да, они арендуют помещение и они находятся. Так, а куда теперь обращаться этим людям, которые до сих пор не перезаключили договоров? А теперь, что касается договоров.